Не на свет, где-то так сесть, чтобы он от света зайти мог. Только сядем вот сюда, наверное. Ну что, может быть, там он лучше будет. Идете, а икон-то тут нет у тебя? Есть, но есть. Не забудитесь, на вас стол, давай, как ты по голову положил. Благослови нас, Господи, вразуми и наставь. И сохрани любовь твою, данную нам, между нами. Тебе, Боже, слава за все, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Может, сидеть-то не придется, вот так вот давайте, даже здесь, так, чтобы рядом быть. Позвонил Михаил Федорович Гордеев. По делу. Он заболел сильно, прихватило его, ну, еще там, 80-е годы уже. И говорит батюшке, чтобы похоронили меня в Потеряевке. Понимаешь, он о чем заботится? Кто-то поселится, а кто-то, чтобы похоронить. Ну, а дальше он сам говорил, вот-то он батюшке сказал, мне он тоже позвонил. Но, кому он сказал это? Алифтина, Алифтина мне позвонила. А потом, батюшка, движу второй звонок один и тоже. Кто это так упорно добивается после службы-то? Набрал он. Он вот о чем говорит. Только здесь четко должен быть ответ да и нет. Потому что, ну, а если не четко, значит, дать определение к этому явлению. Он был в Москве, приехал сюда. Он хотел в Потеряевке поселиться. Приезжал сюда. Ну, так сказать одним словом, ему отказали. Он приезжал, 3 миллиона привез денег. И, может быть, я какие-то цифры, маленько не точно, но где-то так. Он решил построить тут гостиницу, там, дом. Ну, такие деньги это можно построить в сельской местности. Но условия, на которых принимают Потеряевку и не выполняются им. Он говорит, а я бы жил в Потеряевке, я бы исправился. Там, курить не стал бы, пить не стал бы и прочее. Мы не верим, что Потеряевка исправят. Если Христос не исправил, то... Но, когда раньше мы заезжали к нему, он был один из самых близких наших людей. Помогал, развозил и все такое прочее. Я с ним поговорил. Здесь он приехал в квартиру, купил, конечно. Своя у него теперь квартира. Квартира распорядится, оставит завещание. Даша, ты знаешь уже. В завещание внесено. Володя Пащенко и Виктор Николаевич Савченко. Сей муж переборный. Вот, и он уже сейчас заботится, как они эту квартиру там делить. О дележке речи не шла. Ты туда никакого отношения не имеешь. Не ухаживаешь. Вот в другом месте. Тебя поставили для виду здесь, чтобы было. Но, если что-то случится, и у тебя ничего не будет, ты, Володя, знаешь, что Володя абсолютно на 100% безобманный и бескорыстный. Ты в это веришь? Да, конечно. И знаешь, что тебя тут обманывать нечего, там, не ты. А он все время ходит, помогает, покупает там что-то. Ну, его же деньги, Михаила Федоровича, у него хорошая пенсия. И вот он теперь заботится об этом. Не будет ли у тебя претензий какие-то, чтобы поделить и продать? Да или нет? Нет, конечно, не будет никаких претензий. Ты там никакой счастья не имеешь, ни рубля. Он ухаживает несколько лет, когда выезжают, там были люди, наши знаемые и прочее. Но он дальше-то что говорит? Теперь уже вас касается рано. Она говорит, что все равно вытащит во Францию. Понимаешь, нет? Я до конца вас не знаю еще тут. Он знает мысли, намерения. Я считаю это неразумно и даже настолько неразумно, что чреваться самыми тяжелыми непоправимыми последствиями. А скажешь, а в чем и как? Потеря веры. Потеря общения друг с другом. И разговор. То есть, если будешь наставить на своем, и слово мужа потеряет для тебя истинное значение. Сегодня многие жены, даже верующие, настаивают, что жена и муж равны. Неравны они. И апостол Павел доказывает. А какие доказательства? Я грамотнее тебя. Я могу по-французски глаголовать, а ты не можешь. А Павел не это берет во внимание. Не муж, но жена, прелестившись, впала в преступление. Ну и я была неравна, и теперь понятно. А какое я имею отношение? Не надо рассуждать. Павел мог бы дать рассуждение, если она такая, красивая, высокая и прочее. Она может командовать. Нет. На все века, навсегда. Это утлый сосуд. Как в креслевом санате, когда они едут, они и говорят. Я вам в этом уже говорил. Я это буду считать не иначе, как безумием. Полным безумием. Это немыслимо. Это не родина для вас. В Беларуси еще родина. Это не родина. Там ничего у вас нет. Ничего, все чуждое. Платят деньги за квартиру. Нет денег там. А устроиться на работу не ахти как просто. Да и зачем? Когда здесь все. Если мысли такие есть, истреби их, сожги и зарихтуй напильником, чтобы даже не появлялись и никак. А твоя родина здесь, поближе к Ангелине Алексеевой. Как она радуется каждому петушку. Там поросенок за ней бегает, ребятишки тут. И она полюбила все. И стихотворение такое написала. Я считала, наверное. А посчитай. Она про индюков, про погоду, про все. И все у нее восторженных. Просто пиетет. Вот так только можно жить. Радоваться. Там радоваться нечего. Мы были, видели. Все чужое. Собаку прогулять негде, на то куда-то идти. Там машину посадить. Да не о машине собаки. Там все чужое. Чужое. Самая развратная страна, какая есть. Не Америка, а Франция. Оттуда вся зараза, революция, масонство, все ползет. Это Клаака. Клаака дьявола. Конечно, есть верующие там где-то. Но основное это так. Это кто говорит? Не другими словами, но Серафим Савовский. С чем они играли? Играли французский, язык, изучали там везде. Это все дворяне говорили. И наконец Аполион пришел. Любите, пожалуйста. Вот он на ложечке Монопарт. И бежали все. И Москву спалили. И сколько людей погибло. И Бородино тут. И прочее. Что любишь, тем тебе надо. Ты будешь наказан именно тем, что любишь. Я это говорю. Которые рядом живут. Всем. То есть ложная привязанность. Твоя привязанность вот к мужу. Ни одного движения. Ни одного письма. В конце Аминь, пока он не поставит и точку. Доходит? Это именно другого нет. Я не ссылаюсь уже на мусульман. Вам не нравится. Но когда у них нормальная мусульманская жизнь. То это именно так. Чтобы ты всегда его радостно встречала. Он столько отрепетерпел. Представь на поле там поехал. Опять вернулся. Ему уже очень нелегко. И он раньше умрет. Ты еще одна тут будешь мыкать. Будь здоров сколько. Поэтому создай ему радость и уют. Слово Франция это только где-то что-то в разговоре. Или нужно будет быть перевозчиком. Я настаиваю, чтобы сохранили язык не больше. Ни разу туда не помышлять и ездить. Незачем. Огромная опасность. И бешеные деньги. У вас ничего этого нет. Вам не надо это. Второе. По первому дому мы решили. Второе. Это там в Барнауле. Мой дом. Моя усадьба. Вы там были хоть раз? Вот усадьба. 13 суток. Это моими страданиями. То что я был. Я высудил суд. И городская администрация. Мэр города. Мне это отдают. У меня там были записаны. Уже третий раз я меняю завещание. Первый раз когда было написано. Без разрешения. Евтихия. Епископа нет. Я думал чтобы никуда не идти. А когда я не встал. Пришлось переделать. Там была Наташа Приходько. Наталья Николаевна. Но она уехала в Америку. Вышла замуж. Пришлось снова менять. И уже вписать туда. Пащенко. А ты был записан к все разы. С первого дня. С первого дня. Потому что ты мне очень и очень близок. Но этот дом не для продажи. Ни под каким видом на него не постигать. Вашего там ни копейки. Ничего нет. Совершенно. И там Севастьян и ты. Да еще сохранить. Чтобы могли собираться. Молиться. Потому что у нас много связей. Приезжают люди. Эти поехали куда-то дети. Где остановиться в Варнауле. Пожалуйста. Наши двери всегда открыты. Нам есть где принять. Это в общей сложности. У меня там 226 квадратных метров. В центре города. 13 соток. Частный дом. Одноэтажный. Подвалы. Подвалы мы там такие накопали под этим. Я одновременно могу кажется 16 человек с картошкой только принять. В землю выносили. Вот таким валом. Навалили сколько-то. Попробуй вывози за свой счет. Я пошел к мэру города. Только один звонок и все вымели отсюда. Такие отношения хорошие были с погибшим. И которого уволил Карен Калганов. Вот это был в аварии. Твоих претензий к этому дому нет никаких? Нет. Никаких. Но ты знаешь ты не чужой. Если дойдет со смертью моей Надежды Васильевны что-то как-то где-то и давать там буду где-то. Вы имеете ввиду. Вы не в стороне. Но не без Севастьяна. Севастьян это как юрист. Наблюдатель. Он не нуждается. У него такие машины богатые. Он все имеет. Юрист. Я таких людей поставил которые в родстве со мной в плотском не состоят. Он мне по отцу матери не родня. Только духовно. Я считаю духовное родство выше. Обычно все подписывают. Даже батюшка подписал племяннику где-то. Я нигде ничего не подписываю в завещании родственниками. Нигде они не нуждаются. И я сторонник того чтобы доказал делом каждый. Что я отдаю именно во имя Христа. И дальше чтобы тут ангелы пели. Собирались люди. Зима длинная. Где вы будете. Как. На остальное тут ходить за голубями проще. Это уже не на первом месте. Вот я пришел вам это сказать. Я уже не спрашиваю там думаешь ехать не думаешь. Это ваше дело. Но мое отношение к этому не просто негативное. А вопиюще отрицательное. Отрицательное. Так я тебе октябрь уже на носу. Спрашиваю тот разговор насчет дома. Сколько ты должен сейчас? В долги твои какие? Шестьдесят пять. Шестьдесят пять тысяч осталось. Остальные рассчитался. Да. Или которыми ты рассчитался ты должен возвращать. Нет. Меня интересует только то что ты должен вернуть. Шестьдесят пять кому ты должен? Думаю тетя Любе. Вот. И Андрею Ирине Устиновой пятьдесят. А тетя Любе пятнадцать. Ну вот видишь как. Я тебе сказал 10 октября. Если у меня все будет благополучно. Я тут все сделаю. Господь тебя не оставит. Притом я помогаю когда в долг не даю. А просто во славу Божию. Ты должником на эти шестьдесят пять не будешь. Но при условии что это дается для потерявки. Если поедете туда деньги все вернуть. До копейки. Если поедете туда. То есть я даю под условием что я экономлю до предела. Он это знает. Я копейки считаю. Не рубли а копейки. А речь идет о десятках и больше тысячах. И поэтому меня Бог благословляет. Что у меня корысти никакой нету. Да и какая у меня от вас корысть. Много ли корысти в корыте. Так и здесь. В этом корыте. Если ничего у вас нет сказать мне. Если ну скажите. Тогда только помолиться остается. Что все Бог закрепил. Я тактики свои не меняю. Отношения не меняю. Я об этом говорю с первого дня. И даже еще там ничего не было. Во Франции я уже говорил. Если поедете в Россию. А сам имел ввиду что-то. То назад по вороту нет. Мы этого не считаем. Чтобы ездить к родителям. Тоскуя. Или что-то нигде. В Библии этого нет. Ни в житиях святых. Нигде этого нет. Это все мирское. Сугубо бесполезное. И вредное. Тоскуя о том. Что поздно пришло к Господу. Как много потеряно. Что я могу сделать. О грехах плащу. О всем ищу. Почти неприятное известие. Я услышал о тебе. Его надо разрешить. Будто бы. Ты сказал учить себя не будешь в семинарии. Так ли это? Ну да. Есть такие. С чего ради ты вдруг так делаешь. Не посоветовавшись. Я тебе категорически. Я говорю с батюшкой. Я с батюшкой говорил на эту тему. Даже при поступлении. Я говорю священнике не гожусь. Ну это была попытка. А священникам сейчас речь не идет. Ты закончил. Вот представь. Водневский. Нет не Водневский он этот. Водневский. А то он Баптистов был. А может быть так же. Вот. Нававы которые были. Ну живоцерковники называли. Кто руководил? Веденский наверное. Веденский. Я слышал о нем. Ну насколько достоверно не знаю. Будто бы у него было 4 высших образования. И он подошел к митрополита благословить и поступить в семинарию Академии. Вам зачем? Он говорит. А вам зачем это? Он говорит. Знания повысит. Он говорит. Какие вам знания? У вас знания через голову перехлестают. Он был чрезвычайно умный. А тебе до него еще расти и расти. Поэтому тебе семинария никогда не помешает. И я прошу тебя на полпути не бросать. Тебе чести это не делает. И ты спокойно сделаешь. Не так ты перегружен. В семинарию не бросать. А я прошу поддержать меня в этом. Постоянно ему. Знаешь. Он говорит. Ночная кукушка дневную перекукует. Которые дневные где-то его отвлекают. А ночь твоя. Ты ему на ухо нашептывай. Не бросай. Во-первых. Это малодушие. Во-вторых. Ты сам решаешь. Этого не надо делать. А остальное решает Бог. Это решает в свое время епископ. Ты ох как нужен будешь. Поэтому не надо. Ни малодушие. Как епископ. Здесь дело добровольное должно быть. Это дело добровольное. Быть священником или нет. Добровольное. Здесь должен сам человек решать. Ты сам решаешь. Я-то знаю свои, как говорится, слабости. Здесь все продумано и извешено. Ну и ты о семинарии никак не поменешь. На продуманную извешенную семинарию не потянет в отрицательную сторону. Препятствия есть такие. Пусть они есть. Господь устранитель препятствий. Ну как? Есть правила каноны. Как это Господь устранитель? Не надо мне правила каноны сейчас. Я не об этом говорю. Понятно. Ты упираешься, тебя рукополагает. Ты закончишь сначала. Рукоположение потом речь идет. Я говорю даже не о священстве. Диплом семинарии тебе никогда не помешает. Абсолютно никогда. Закончи семинарию. Закончи. Так нельзя. Вы же сами видели, что там они делают. Они портят людей. Я знаю, тебя не испортят. Надо правду сказать. Что портят. Ты столько здесь находишься, тебя не испортишь. Уже у меня есть порча. Ну могу не говорить, могу сказать. Не делай этого. О чем дело? Сейчас ничего не говори мне. Я просто тебе говорю о том, что лишний диплом тебе никогда не помешает. Никогда, нигде. Ты закончил, он тебя с собой. Взять даже, например, историю Алтайского края. Ты видел все это. И прочее. Видел, как ты делал. Зачем это забивать голову? Там шаманизм разный. Когда я могу Златоуста взять, штудировать, какая польза будет? Я могу на занятиях дополнять. Скажи, кто учитель был у Златоуста? Ливаний. Ливаний. Кто он был? Язычник. Язычник. Весь ответ. И все, что у него было, заложено, это оттуда взято. А у Василия Великого кто? Языческие учителя. Они кончали языческие университеты. А потом стали куда-то руль. Я, можно сказать, языческие я черпаю оттуда все. На счет книги. Это все оттуда черпают. Так, моя просьба очень большая. Закончи семинарий. Не бросай. Этого делать не надо. Это бросить что? Да ничего, ничего. Не сиди дома, руки сложи. Это тебе напряг. Разум твой не закисает. И кроме того, Господь что-то будет больше усматривать, чем мы думаем. Мы не знаем, какая будет завтра обстановка. Может упереться именно все в тебя. Это перед Богом. Я об этом молюсь и прошу тебя прислушать, что я тебе говорю. И вообще просто бросать. Уже закончил один курс, нормально, хорошие отметки. Закончи. Труда-то для тебя там никакого нет. У тебя будет диплом. Да и кроме того, архиерей. Присаживайтесь, скажите. Да какие ваши люди-то? Поступили на полпути, бросили класс пустой. А что бросили-то? Никому не надо объяснять. Ты закончил. Это без объяснения. И закончил блистательно. И весь ответ. С таким трудом поступали наши люди в университеты. Были, кто поступали. Не давали работать. А они заканчивали. А помешало не одному. Он в кочегарке работает с дипломом. В кочегарке сидит завуч школы. Старший учитель-то. Начальник поликлиники. И там один приехал историк. Три кочегара, все с высшим образованием. Им выше не давали. Но вот она перестройка, никто не ждал. Они сразу на своем месте стоят. Сразу же. Это Господь так делает. А один представь себя. А я в КГБ служил. А теперь батюшка служит. Все никак не помешает. Тем более ты идешь с большой, огромной подготовкой, опыта. Сколько ты на благовестии по всему миру ездил. Ты это все видел. Все знаешь. Нет оснований бросить. Ты только рассудил. Я так-то. Мои препятствия. Это сегодня. Ты не о священстве разговариваешь сейчас. Семинария должна быть у тебя. Семинария. А зачем тогда? Вот Елена Анатольевна, я говорю ей, зачем тогда учиться на вопрос стать, если не священником будет? Да, это же неизвестность. Я тебе отвечу. Неизвестность. Оно как раз может сгодиться. Зачем ты купался в проруби? Объясни мне. Здесь-то именно, что поступает, кто-то будет священником. Тут вопрос конкретный. Все что ли священниками? Не все, но кто-то. Сколько? Кто-то? Вот Костя уже нету. Костя уже сошел сразу же на первой сессии. Ушел? Сошел с дистанции. И куда ушел он? Куда он ушел? Он сошел с дистанции, я говорю. Он сошел с дистанции. Но еще это честь великая. Поэтому кто-то, я говорю, из этих троих кто-то. Ну кто трое? Вы одного оставляете. В истории было, что даже о ком не думали Александр угольщик, он и стал. Так и здесь. Чего не так не ставят. О ком не думает, кто-то и станет. Еще раз говорю, сегодня Григория, чудотворца нету, который выявлял угольщиков Александров. Нету. И такого найди еще, чтобы он чужие машины ночью сидел охранял. Ты его найди сначала, того и другого. Ни того, ни другого нету. Это остался просто пример, к чему стремиться. Сегодня другое. Не поставят сегодня все. Все должны закончить семинарию. Указание патриарха. Ну и все кончилось. У тебя семинария, она никак не мешает. Ты знаешь, службу здесь ведешь. Я не о священстве говорю. Совершенно о священстве даже разговора не веду. Семинария. Закончи ее. Никакого труда в этом нет. Напрягись, а ты уже расслабился. Так, ваша помощь. Большой труд. Зрение стал терять, как стал учиться в семинарии. Считать вот будет. Здесь нагрузка большая с книгами и еще плюс там. А это причина одна? Зачем ты... Нет, почему одна? Есть еще другие причины. А ты наоборот смажь их все. Я должен закончить и все. Наше поколение в газете пришло. Мы знали одно должен. Я должен златоуста изучать. Я так это вижу. Например... Да ты златоуста уже не считаешь в храме. Засчитался. Ну не считаю. Уже служба прошла, никто не просчитал. Я как раз приготовил, когда вы вышли, я уже приготовил. У меня несколько поучений. Когда меня не было, я выговаривал-то вам, что никто не просчитал. Так вы знаете, я 15 часов работал в сутки. Поэтому не до златоуста. Все, работа другая. А у меня все готово. А здесь вы вышли. У меня к архиерейскому служению готово. Не к архиерею, а за неделю раньше, когда никто не вышел. Я понимаю вас. А про архиерейскому я не говорю. У меня наперед несколько поучений. Но я говорю о другом, что его конспектировать, это тоже большой труд. Конечно, ты сейчас все подгребаешь в кучу тяжело. Ты не смотришь на то, что мешается, я преодолею. И вот она в заголовок такой. Наше поколение знало одно слово. Надо. И все отпадало. Ты видел вечный зов. Сугробы, снега. Приехали, смотрят. Он осмотрел все и говорит. Так, вот здесь будет один корпус, там танки его пускают. Вот здесь там самолет. И то как? Сугробы, снега. Ни электричества, ничего нет. Все будет. Через 4 месяца, чтобы первый танк сошел. И никто не разговаривал. А то мы привыкли расслабно. Я решил, мне трудно. Брось это. И вот она вспоминает. Ей сейчас 80 с чем-то лет. И она была девчонкой. Как они работали? 12 лет. Мы, говорит, не знали отдыха. Все время руки какие были. А сот выдирали. Я работал. Там может быть 5-6 лет было. Нас выводили на поле. Вот как было. Надо. И все сказано. Надо. Преодолеем все препятствия. Мы можем. Мы сильные. Мы можем. Как в судьбе Шолохова. Судьба человека. Говорится. Настрой себя на другое. И ты увидишь, как все эти твои препятствия повалились. Это уже враг. Он такие причины поставил. Не преодолеть. Не на того напал. Ты знаешь, у меня сколько препятствий везде. Сейчас. Нету. Не можем. Вчера полный подсчет подвел. Нужно 80 Камазов. 80? 20, да? 20 Камазов. 80 тысяч. Что дорогу-то козырит. Главное, это препятствие во мне. Во мне. У меня большие препятствия. В духовном плане. Были падения. И поэтому я критически подхожу. Я сказал все. Я скорить-то не буду. Я тоже сказал. Что ты не будешь учиться. Ты однозначно будешь жалеть. Я тебе заранее предсказываю это. И будешь очень сильно жалеть и вернуться. А может не будет. А тут осталось два года. И они не гляну про это. Как два года? Четыре года впереди. Ну надо еще пять лет шалюшиться. Пять лет, конечно. Да ты академия пять лет. Пять лет семинария, Игнатих. Ну что там семинария пять лет делать-то? Вот в том-то и дело. Лучше златоуста читать. Так мы пошли. Что там делать? Рабы сегодня день рождения, батюшки. Поблагодарим Бога. Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, слава Тебе. Да будет благословен этот дом. И о чем мы рассуждали? Ты устрой по воле Твоей святой. Не нам, не нам, но имени Твоему. Дай славу. И благослови брата Якима. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы отошли. Спасибо Христосу. Слава Богу. Спасибо. Спасибо.